Сначала казалось, что это случайность, потом, что это совпадение, но сейчас просматривается четкая тенденция. На российском телевидении только двух человек, двух видных государственных деятелей называют по имени отчеству. Ну, первый, несложно догадаться, это Владимир Маньяк. Владимир, как когда-то говорил Макрон, Макрон теперь уже не тот. Не отвлекаемся. Вопрос, а кого второго они так ласково зовут по имени отчеству? Адольфа Айлодича все равно никому не переплюнуть. Он так же стекулировал. Какого именно Адольфа вы, конечно же, доказались. Речь идет о Гитлере. Но российские современные нацисты, они как-то почему-то своего духовного отца стесняются. Хотя, по многим показателям, ну, нужно отдать должное, Владимир Путин Адольфа давно переплюнул. Нравится, не нравится на российской сильно пьющей шаре из МИД Российской Федерации Марии Захаровой. Тоже не политкорректно, да. И нашим, и вашим. Споем и спляшем. Но о черни тоже нельзя говорить, о голубить нехорошо. Но Адольф такого количества немецкоговорящих на тот свет не отправил, как сделал Владимир Путин в отношении русскоязычных. Потому что бои на Донбассе действительно проходят там, где жили русскоязычные. Жили, да теперь вот там жить долго никто не будет. Ну, по крайней мере, до того момента, пока существует фашистская Россия, едва ли что-то туда как-то вернется и начнет снова теплиться жизнь. Ну, вот в рамках этих тенденций, значит, Адольфа практически возвели в ранг святых. Так вот, в рамках этой тенденции россиян готовят к длительной войне. Назван новый срок. Нет, трех дней уже нет. Ну, наверное, годик с половиной. Может быть больше, может быть меньше. Куда у нацистов на российских делся оптимизм? Непонятно. Но давайте разбираться, что там происходит. Мы вошли в этап войны. А мы сейчас вступаем в период, во многом сравнимый с периодом начала Великой Отечественной войны. От экономики требуются совсем другие решения. Мощнейшие. А как можно победить, если ты опираешься на модели и зависишь от тех, с кем ты воюешь? Красиво. Какая странная терминология. СВО они начали расшифровать как СВО. Не С***, а Священная война. Теперь у них Великая Отечественная война. Но сразу хочу предупредить. Тут калька с Адольфом, она не случайна. Дело в том, что, ну, как бы там ни было, ну, все-таки немецкий фюрер напал первый. И поэтому они начали отсчитывать не с начала Второй мировой войны. Польшу вынесли за скобки. Как говорил Владимир Путин, Гитлера, его духовного отца, вынудили. И вот начали отсчет с 22 июня. То есть, прямым текстом, певец кровавого режима Владимир Рудольфович Соловьев в миру *** показывает и заявляет, что ничего другого, кроме войны, при Путине, во время его какого-то там энного президентского срока, ничего другого не будет. Я вторые выходные подряд был в Авдеевке. И каждый раз, когда вот я слышу все эти рассуждения о колоссальной жестокой, беспрецедентной, жестокой войне, то... которую Запад произносит. Это меня удивляет, ну, как так можно врать? Официальные данные структуры ООН говорят, что за время войны погибло на Украине 10 с небольшим тысяч мирных жителей. Это за два года. С октября месяца по март в Израиле погибло уже 30 тысяч палестинцев. Но Запад делает вид, что все нормально. Какие интересные сравнения? Интересные, но неправильные. Дело в том, что по данным ООН, перед полномасштабным вторжением погибло три человека в 21-м году среди мирных жителей. То есть, другими словами, война закончилась. Да, Россия оттяпала на тот момент часть Донбасса, и ей показалось мало. Украина шла своим путем. Иногда, мне кажется, надо смотреть было по сторонам внимательнее, но факт остается фактом. А теперь этот... Он думает, что он современный левитан, на самом-то деле он... Ну, Геббельс. Ну, тут других сравнений быть не может. Так вот, просто хочется всем напомнить, что, значит, войну полномасштабную они начали для того, чтобы защитить людей. Какая-то отрицательная защита, и можно было бы поёрнищать по этому поводу. Но ясно одно, что просто ***, просто тупые, жестокие ***. И да, вот весь вот этот вот поток информационный на российском телевидении, он как раз направлен на что? Что, а, россияне, война будет обязательно нон-стоп, и, б, украинцев уничтожить. Тут неплохо было бы услышать слова ПП Римского. А то как-то миротворцев много на этой планете, но все они почему-то вот самое главное упускают. А самое главное это российское военное вторжение в Украину. Ну и массовые военные преступления. Еще раз, даже *** говорит о 10 тысячах убитых. Это просто, ну, то, что не предполагает прощения. Первое. И эти преступления, они без срока давности. Касается это ему ***, и не только его. Список российских военных преступников понемножечку мы начали формировать вместе с Международным уголовным судом. А Россия предъявляет какие-то претензии. Вот что меня поразило в Авдеевке, это то, что много мирных Авдеевку. И говорил с мирными жителями, у которых был выбор, они решили остаться. Но отношение к нашим солдатам, ну, как к спасителям. Отчего же спас российский солдат на жителей Авдеевки? То, что есть люди с измененным сознанием, это понятно. Многие не эвакуировались по разным причинам. Но факт остается фактом, что город-то они разрушили. Разрушили. Была Авдеевка, вот теперь руины. И все прекрасно понимают, что перспектива, ну, на уровне Бахмута или Маринки. То есть, свою шумату они установили, и все. А дальше судьба этого региона никого не интересует. Надо создавать государством, надо создавать огромный фонд наемного жилья, который позволил бы этим молодым людям формировать семью, исходя из того, что они могут взять в аренду у государства и жить долгое время. Я знаю даже бесплатный огромный фонд жилья. Называется «Казарма». Молодой офицер получает жилье со своей семьей. Всю инфраструктуру. Разве не так? По-моему, идеально работает. Постоянные отсылы к Сталину, отец народов, придыхание, параллели между Путиным и Сталином, хотя они неправильные. Владимир Владимирович, но это же Адольф современности. К его трудам и трудам его друзей на российском телевидении в последнее время частенько обращаются. Недавно я даже делал видео о том, что у Геббельса был любимый писатель Достоевский. Рассказывали они друг другу и практически плакали. Значит, давайте поговорим о войне. Оно как-то интересно начало поворачиваться. С одной стороны, мы слышим «Священная война», «Такая война», «Секая война». А с другой стороны, они объяснили, почему Швеция вступила в НАТО. А причина очень и очень интересная. Я думаю, что мы, если даже не вступим в ближайшее время в НАТО, все равно примем участие в том, в чем будет принимать участие Швеция. А чтобы это узнать, подписывайтесь на мой YouTube-канал, и мы сейчас с этим принципиальным вопросом разберемся. Может быть, подумайте о том, что, слушайте, ну у нас в советское время вообще была статья за тунеядство. Ну я не предлагаю таких радикальных мер. Ну вообще это факт, что у нас пол Москвы вообще-то не работает. Просто не работают люди. Ну, ребят, война идет вообще-то. Вообще-то идет война. Но есть масса вещей, которые вообще надо принимать, и принимать в том числе достаточно жесткими мерами. Я много раз говорил, ну я не могу смотреть, у нас по телевизору, по каналам идут картины. Ладно, просто американские. Но там изображены русские, как бандиты и убийцы. Кем, собственно, они и являются. Получается, что только в американских фильмах можно услышать правду о современной России. По поводу неработающей Москвы, да, вот все они хотят, чтобы все ходили с Троем, значит, ели баланду, жили в казармах и так далее. Но вот факт остается фактом, что Москва очень сильно отличается от всех остальных городов России. Вполне возможно, что Москва-Бат это не совсем Россия. Там у них отдельные правила. Там даже не всегда законы Рамзана Ахматовича распространяются в полном объеме, как на другие российские территории. Но факт остается фактом. Видите, Москва слабо привлечена к труду. Она еще и к войне слабо привлечена. И именно россиянам надо об этом знать. А то почему-то получается, что зарплата учителя в Москве 120 тысяч рублей, а в Бурятии 20 тысяч рублей. Внимание, вопрос. Как жителю Бурятии, ну, учителю физкультуры или труда, например, получать зарплату больше, чем в Москве? Ответ еще виден. Отправится на войну в Украину. Там его, естественно, и уничтожат. Ибо он не учитель. Он военный преступник. В принципе, Украина сейчас это. Ну, Украина, она выбрала свой путь. Она свой путь выбрала. Путь предательства это вообще-то называется. Самое настоящее предательство. То, что Украина выбрала. И мы должны понять, что у нас все сомнения в отношении того, что надо было, не надо было начинать, для меня, например, их не может существовать. Вечная война. Каждых пять минут они повторяют, что украинцев нужно уничтожить. На украинской земле. Ну, многие попробовали, сыграли в ящик и сыграют еще многие. И да, по поводу предательства. Если тут кто-то что-то и предал, то, наверное, вот этот вот миф о братстве, дружбе и всяком вот этом предали на российские нацисты. И произошло это в 2014 году. Что? Предательство? Эй, российский оккупант, ты же пришел в украинский Крым в 2014 году. И на Донбасс твой сапог тоже зашел. И после этого цветущий Донецк начал превращаться в российскую клаку, собственно говоря, которой он сейчас и является. После этого начали разрушать города Донбасса. И если кто-то и ненавидит жителей Востока Украины, восточных регионов, то это Кремль. Такого преступления против этих людей, которые, да, в некотором роде и позитивно относились к России, но так их обломать и кинуть – это мошенничество высочайшего уровня. Я вижу эти ракеты. Кстати, это опыт. Мы вообще-то не знали о том, что они обладают таким мощным оружием. Таурусы, Штормшеды. Как не знали? Мы знали. Если бы они стояли в Крыму, если они будут стоять в Харькове, что это будет значить для нас? Это для нас как приставленный пистолет к виску. Все. Поэтому и воюем. Вот и вот, что значит вступление в НАТО. Но об этом надо сказать тоже вообще людям. То есть правильно еще позиционировать то, что называется пропаганда политическая. Понимаете? Потому что это важнейшее. Вот я к этому эмпирически пришел. То есть абстрактно мы все знали, но сейчас-то я вижу, что это вообще страшно и смертельно. И надо сказать, они обладают им этим оружием. И в случае, если это все будет стоять на наших границах, ну извините, все, мы потеряли суверенитет, мы уже ничего не пикнули. Поэтому и 24 февраля 22 года. Так это же надо еще объяснять такие вещи. Эти умные образованные люди, миллионеры в своей массе считают российского гражданина абсолютным тупым быдлом. И это потрясает. Значит, в части ракет никаких Storm Shadow и Taurus, тем более, до полномасштабного вторжения в Украину не было. Что касается размещения ракет в Харькове, да это можно сделать здесь и сейчас. Вопрос, зачем, если лучше их направить сразу на российские территории. То есть, вот эта вот история с НАТО, значит, если Украина вступит в НАТО, то это, значит, пистолет к виску. А если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то это что? Это гениальная внешняя политика Владимира Путина. Смотришь на этих российских нацистов и понимаешь, что нужно брать пример у шведов. Шведы молодцы. Что они сделали? Вступили в НАТО. И вот теперь самое важное. Стало понятно, зачем. Вступили, отринули свой нейтралитет. Но с чем это связано? Я думаю, это все-таки связано, прежде всего, с тем, что у них есть ощущение, что надо быть на той стороне, которая потом будет делить. Надо вот здесь быть. Потому что потом, когда начнут делить Россию, понятно, надо что-то там получить. Вот другого объяснения вот этого я не вижу. Я из этого делаю вывод, что все-таки они настроены серьезно. И они настроены идти до конца. И даже... Финнам было обидно. Потому что делить рашку у финнов оснований значительно больше исторических. Я не знаю, претендует ли Швеция на какие-то российские территории. По-моему, нет. Там народ вот этой вот фигней, как российские нацисты, давно не страдает. Но мысль о том, что делить Россию можно и нужно, она тоже прекрасна. Да, понятно, что они ее вытягивают вот в эту линию для чего? Чтобы объяснить, почему Путин ведет бесконечную войну. А пока Путин жив, эта война будет продолжаться. Вот об этом они и говорят. Но, с другой стороны, новый уровень, да? От позиции, за три дня захватим Украину, что там той Украины, и мы бров подымем, до, соответственно, делить Россию. Мне размышлять на тему, делить Россию очень нравится. Смотреть за этим одно удовольствие. В случае, если, дай бог, мы достигнем успеха в течение года на Украине, в ближайшее время, в течение года, вот как Евгений Петрович говорит, возможно, это не изменит ситуацию. Они будут продолжать войну. Другими способами, блокады, санкции, все это будет продолжаться. Никаких изменений не будет. На это рассчитывать не стоит. Они считают, что это их исторический шанс раз и навсегда решить вопрос вот евразийской этой территории под названием Россия и таким образом решить все свои проблемы. Поэтому, я думаю, что нам надо правильно оценивать это и не надеяться на то, что какие-то будут послабления. А для этого надо внутренняя консолидация. Кто-то мечтает о прекрасной России будущего. Мы мечтаем о прекрасном построссийском пространстве. Названы новые сроки. Год войны. И обязательно должен быть какой-то успех. В чем он измеряется? Где и как? Об этом никто говорить конкретно уже не будет. Почему? Потому что нужна вечная война. Постоянное турпирование людей. Ну, по славу Путина и, как они, что там, великая Россия? Прекрасная Россия? Ну, в общем, давайте сконцентрируемся на создании постсоветского, простите, построссийского пространства. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буда. До побачення. Шведам привет. Встретимся на разделе Раши. Продолжение следует.